Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Quest Chants открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, что же нам добавили на последние недели зимней деревни, на каких лошадей действует скидка, какой комплект был завезен в магазин, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество Star Stable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большое количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка Star Rider, Life и донатной валюты Star Coins. Так что перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца. Переходи в данную группу по ссылке в описании. Вот и все, по сути, кончилась зима, кончилась зимняя деревня, точнее осталась ее последняя неделя, но симноптики предвещают, что зимушка будет еще с вьюгами, по-моему, целый месяц, Столбишев весь январь, до конца января. И я надеюсь, что он дотянет до начала февраля, что зима уйдет, к примеру, на самой первой неделе февраля, потому что мне хочется ее застать ради особого события. Ну а мы тем временем возвращаемся в зимнюю деревушку. На удивление, я собрала комплект за снежинки, которые вы можете сейчас видеть на мне и на моей Аполлузе. Я в шоке, потому что я была уверена, что я соберу несколько всего лишь предметов из данного сета, а все остальное придется докупать в следующем году. Но, кстати, докупать-то и не придется, потому что разработчики сделали очень, опять же, бомбящий шаг. Они добавили весь сет этого года, который нужно было потеть, собирается за снежинки. Они уже сейчас добавили его в магазин. Магазин снаряжения для морозных приключений, то бишь данный комплект, если вы не собирали вьюгу и махнули рукой вообще на эти снежинки, вы можете просто приехать и купить весь сет за шиллинги или же за старкоинсы. Это очень странно. Обычно так разработчики делают только в следующем году. То бишь, если какой-то сет одежды и самодницы был, скажем так, ивентовым, его добавляют в открытый доступ лишь к следующему году. Но они решили сделать это уже и сейчас. Возможно, они думали, что игроки будут меньше бомбить из-за этого. Однако нет. Те соклубники, к примеру, которые у меня просто бешеные, как ужаленные, собирали все эти снежинки, сидят в возмущении, что а нафига мы вообще тогда все это делали? Нафига мы тратили свое время на эти снежинки, если в итоге мы могли бы в возможность, конечно же, наличие старкоинцев в рюкзаке, просто приехать и купить этот сет? Да. Так что разработчики подлили очередной раз масло в огонь. Скидки на лошадей. Сейчас действует скидка до конца зимней деревни на лошадок предыдущих поколений. Таким образом, бреникл стоит 399 старкоинцев, магический андалуз фонс 599, хейдрун 649, и у нас еще два араба по 699, и магический исландец за 749. Ну и как завершение, магический единорог Сильван за 749. На новых лошадок данная скидка не распространяется, они как стоили 950 старкоинцев и 900 старкоинцев столько и стоят. Эта скидка распространяется только на лошадей предыдущих поколений. И нет, не переживайте, данных лошадок не удаляют из игры, просто они покидают Юрвик до следующей зимы, до следующего нового года. И больше вы их купить не сможете, то есть я имею в виду в течение всего года эти лошади будут нам недоступны, поэтому если хотите кого-то купить и вам нравится какая-либо лошадка, то, пожалуйста, приезжайте в зимнюю деревушку Санты, покупайте и наслаждайтесь этой лошадью. Ну а в следующем году мы, конечно же, будем ждать уже новых магических зимних лошадок. Наконец-то приехал комплект, который ждали многие. Это комплект Зов Лондона. Он добавлен в бутик Морозная коллекция, вестернский и в стиле немножечко готов, наверное, ну или что-то такого. В нем присутствуют нагавки, сумка, шахматный вестернский вальтрап, вот такая вот хакамора, это уздечка без трензеля, мягкая уздечка, вот такая очень красоте красивое вестернское седло. Но я, кстати, не понимаю одной вещи, почему вышивка на седле по, скажем так, окантовка золотая, а на уздечке ни одного золотого элемента нет. Как будто это просто предметы из разных сетов, очень странно. Ботинки лондонского тумана, перчатки без пальцев, к сожалению, лондонского тумана. Вот такая вот шапочка со стразами по ободочку и вот такие шикарные штаны лондонского тумана, которые я лично, пожалуй, куплю ради коллекции, просто потому что они очень крутые и таких до этого у нас не было. Если же вы не успели докачать лошадку или заработать снежинки, если вы все-таки их зарабатывали или еще не зашли и не собрали все новогодние подарки под елкой, то у вас осталась последняя неделя вплоть до обновления в среду. После этого зимняя деревня покинет Юрвик до следующего года. Поэтому советы особенно тем, кто не качался до девятого уровня и у вас есть подписка или лайф или старедер, докачайте персонаж до девятого, докачайте коня до пятнадцатого, зарабатывайте последние денечки эти жетоны зимние, которые нам дают за вообще все задания, за гонки, за снежинки тоже, если вы их не делали, за вихрь. Разрабатывайте жетоны и по достижению девятого уровня отправляйтесь в магазинчик, чтобы их потратить и получить очень много красивой одежки, которая будет доступна только в следующем году, а нужна она нам уже сейчас, ну и в течение всего года. Что же ждет нас на следующей неделе? В зимней деревне потухнут огни, сани уедут с Юрвика, но при этом на Юрвике останется все белым-белом. Как и говорится, зима будет длиться еще целый месяц и великолепная орденская лошадь не откажется покататься в снегу. Уже на следующей неделе, дорогие друзья, приедет орденская лошадь. Это лошадь, которую я очень сильно хочу, потому что тяжек, хотя катаюсь я на них мало и очень редко, но просто великолепие и объемы и рост этих лошадок, да и просто такие батоши, большие гигантские батончики. Мне прям очень интересно, тем более, что это будет, по-моему, вторая лошадь тяжек, которую сможет носить на гавке. Первой такой лошадью у нас является першерон, да-да, несмотря на свой высокий рост и большие размеры, он может носить на гавке бинты, в то время как остальные тяжаки не могут этого делать. Ну, может быть исключение фьорд, но он достаточно низковат, скажем так, фьорд может носить на гавке. А вот северошведы, тинкеры, шайеры, клейды сдали за счет щеточек, скажем так, хотя у северошведов их особо-то и нету, они не могут носить почему-то на гавке. Так что, да, будем ждать, ожидать и уже на следующей неделе покупать данную лошадку, потому что они просто очень-очень большие, очень плюшевые, очень лохматые. Давно хотелось вот лошадь с такой прям лохматой-лохматой челочкой. Так что, да, как-то быстро прошла зима, она была достаточно нервной, бомбической. Это очень грустно, конечно же, хотелось бы наоборот побольше волшебства, некой поддержки, спокойствия, а не всей этой нервотрепки, которую испытало ССО-сообщество за один лишь месяц. Но я надеюсь, что в следующем году такого не будет, что разработчики учатся на своих ошибках, и следующий год будет намного тише, намного спокойнее в этом плане. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!